С 2003 года в Славутище работает КП ЖКЦ и первые 15 лет у руля предприятия стояла Ирина Николаевна Жаболенко. Ее иногда сравнивали с железной леди в коммунальном хозяйстве. По некоторым подсчетам, за 15 лет работы жилищно-коммунальный центр принял около 100 тысяч заявлений от населения города, и почти все они прошли через ее руки. С прошлого года Ирина Николаевна возглавляет управляющую компанию «Свидим». И в сегодняшнем актуальном интервью мы поговорим с ней о ее новой работе, которая на первый взгляд и ничем и не отличается от предыдущей. Работа не поменялась. Работа та же самая. То есть вы стали просто ближе к жителям города? Тем восьми домам это раз. А во-вторых, я теперь выполняю те работы, которые и выполняла раньше, но работаю напрямую с жителями. То есть в коммунальном предприятии мы выступали, да, хотя мы числились по решению исполкома исполнителям услуг КП ЖКЦ, но мы работали через подрядчиков, которых выбирали на конкурсном основании, и работали через подрядчиков. Они выполняли работы, мы подписывали акты выполненных работ и оплачивали им деньги. На сегодняшний день, выполняя работы на доме, я выполняю сама напрямую, сама начисляю, провожу начисления жителям, раздаю квитанции, рассчитываем льготы и субсидии для тех, кто имеет на них право, и сами отчитываемся перед жителями за выполненные работы. Причем у нас на сегодняшний день мы даже те ремонты, которые на домах необходимо делать, мы делаем, советуясь с инициативной группой по их инициативе. То есть, принимая дома, я сразу же составляла акты технического состояния домов, а потом на основании этих актов технического состояния мы определялись, какие работы делаем в первую очередь, какие во вторую, какие в третью и так далее. Ну вот, на двух домах я проработала с ноября месяца, ноябрь-декабрь, на двух домах я проработала до июня. В июне ко мне пришли еще два дома, сейчас было у меня четыре, а с первого июля еще четыре. И сейчас, на сегодняшний день, у меня в обслуживании восемь домов. Дома, конечно, в разброс по городу, но такая ситуация, таковы требования нового закона. Теперь у нас жители выбирают себе управляющую компанию. И поэтому будем надеяться, что все-таки, посмотрев, как мы работаем на своих домах, жители примут какое-то решение. И если к нам еще придут жители многоквартирных домов, мы с удовольствием примем их, будем с ними работать. Вы видите недостатки, которые вот, ну, вы были уверены, что в этом доме есть только вот это и эта проблема. А когда вот сейчас приступили подробно к работе с этими восьми домами, вы увидели, что есть проблемы и другие? Есть, конечно. Проблемы есть другие. Не всегда качественно, а можно даже сказать, не совсем правильно выполнялись графики планово-предупредительного ремонта. И если электрическая часть у нас более-менее в нормальном состоянии на многоквартирных домах, то сантехническое оборудование, к сожалению, оставляет желать лучшего. Ну, ни для кого не секрет в городе Славутичи, что у нас, когда перекрывают, необходимо какие-то работы выполнить, перекрывают не стояк, на котором нужно сделать работы, а перекрывают подъезд, дом. А то бывает в Ленинградском квартале все четыре дома перекрывали. В Таллинском квартале у нас там дома врезаны как стояки в общую магистраль. Тоже перекрывают три-четыре дома для того, чтобы сделать работы на каком-то одном стояке. Зная, что делать и как делать, я в первую очередь начала заниматься ревизией запорной арматуры и готовиться к отопительному сезону. Меняем задвижки, перекрываем. Вот горячую воду отключили, я меняю задвижку на доме, если задвижка не держит. Перекрываю задвижку на горячую воду и начинаем заниматься ревизией вентилей по стоякам. В зимний период времени, когда я принимала два дома, у меня два дома зиму отработали, мы провели обследование всех стояков. И вот на Таллинском квартале, могу сказать, у нас там 60 квартир, 4 подъезда. Так вот разница в температуре между первым стояком на вводе в дом, это считается самый горячий стояк, и последним стояком, там где проходит 60-я квартира, 1 градус. То есть распределение тепла по дому у нас равномерное. Да, распределение тепла по дому равномерное. Но у меня там очень хороший старший по дому, Клименко Александр Иванович, он молодец, он регулировкой занимается сам в зависимости от температуры наружного воздуха. И как бы там работы эти выполняются. По Вильнюскому второму там немножко хуже была ситуация, там тариф был выше, чем в других соседних домах, там где находятся инициативщики, которые регулируют отопление. На Вильнюсе у нас было немножко хуже. Я когда приняла дом, там тариф был выше. И в первый же месяц, поскольку мой тариф на управление, естественно, был больше старого тарифа, который до этого был на доме, я в первую очередь занялась наладкой системы отопления. И там была такая ситуация, там вот во втором подъезде, второй подъезд прикрывали, а первый подъезд замерзали. Я поставила замок на теплоузел и сказала, регулировать буду я. Давайте мы начинаем с вами работать так. А я ориентируюсь на первую и третью квартиру, те квартиры, которые угловые, самые последние, которые у нас замерзают. Ну, навели порядок. В первый же месяц у нас мы уменьшили стоимость отопления с квадратного метра на 5 гривен, но зато тепло было и первой, и третьей квартире, они перестали жаловаться. Третья квартира перестала ругаться с жителями других подъездов. И как бы мы навели порядок. Что еще, на что можно было в первую очередь повлиять, это на коммунальную электроэнергию. На Вильнюсе мы поставили просто лампочки, светодиодные лампочки, и уменьшили расход по коммунальной электроэнергии. Там светильники в хорошем состоянии, а Наталья не пришлось менять все, полностью 100% светильники, потому что там у нас висели раскуроченные светильники дневного света или лампочки Ильича, патрон с лампочкой накаливания. И мы там поменяли светильники, поставили светильники со встроенными датчиками и с лампами. И на сегодняшний день у нас освещение мест общего пользования, то есть подъездов у меня в этих домах, полторы, копейка, полторы, две копейки. Единственная у нас сейчас еще проблема осталась, и я этой проблемой занимаюсь, это у нас освещение подвалов. Мы поставили там дублирующие счетчики, которые показания обл.нерго мы не сдаем, потому что мы сдаем показания по вводному счетчику, но я вижу, что у меня идет расход по подвалам. Там две проблемы. Одна проблема – это домофоны подключены у нас на подвалы, и оборудование Укртелекома, интернет. Сейчас мы эти вопросы решаем с Укртелекомом, заключим договор, они будут нам компенсировать затраты по электроэнергии на эти шкафы, которые стоят. С домофонами, я думаю, тоже с компанией, которая берет деньги, она обязана нам компенсировать эти затраты, обода нашего ввода подключаться. И еще одна проблемка – некоторые жители устанавливают холодильники в подвалах, станочки небольшие, работами какими-то занимаются, а оплачивают за них все жители дома. Я думаю, что мы эту проблему тоже приведем в порядок. Либо, если ребятишки, ставите холодильники, подключайтесь. Либо счетчик, и мы будем минусовать. Либо, если дорого, счетчик, подсоединяйте это на свою квартиру, на свой квартирный счетчик, это все возможно сделать. Ребята за очень небольшую цену это сделают, и я думаю, будет все в порядке. То есть, давайте еще раз уточним для жителей города. Получается, что вы отошли от этих заказных компаний, через которые работала ЖКЦ. То есть, у вас нет субподрядчиков, у вас есть просто Гванов, Петров, Сидоров. И каждый день, знаете, субпитал. Да, у меня есть люди, которые у меня работают, конкретные работники, да. И эти люди получают у меня заработную плату. И, естественно, с каждого из них я спрашиваю работу. Недовольны моей работницей по комплексной уборке. Люди мне жалуются, и я быстренько все эти вопросы решаю. Но пока только говорят спасибо за работу моих работников. Слава Богу. Хорошо, смотрите, а можно ли точно так же делать и в ЖКЦ? Конечно. Вы приходили к той мысли, что надо уходить от этих компаний, у которых есть руководитель, бухгалтер, я так понимаю, еще, и набранные другие люди, которые пытаются набрать себе как можно больше работ, и не выполнив их, просто выплатите им деньги. Когда один выполняет работу, нанимает на работу другого и так далее, вот в этой цепочке все равно получаются какие-то провалы. Либо тот, кто принимает у подрядчика конечного выполняющего работу работы, не совсем добросовестно подписал акт выполненных работ, а подписывает потом окончательно оплату кто? Директор. И директор коммунального предприятия в лице Жаболенко Ирины Николаевны виновата в том, что там в одном подъезде некачественно сделали ремонт, в другом подъезде некачественно сделали крышу и все остальное. Я очень много на собраниях наслушалась от жителей претензий такого рода, да, про свою фамилию. Хотя, вроде мне всегда казалось, но на 3,5 миллиона за счет текущих ремонтов каждый год мы делали работу. Мы за 15 лет столько работ сделали, даже работы наперед были сделаны. Я потом брала беспроцентный кредит в исполкоме, чтобы погасить подрядчикам за выполненные работы. И у них до сих пор еще не погашенные есть, потому что ЖКЦ сейчас, не знаю, как там все это происходит. Но, во всяком случае, были работы сделаны даже наперед по некоторым домам, по многим домам. В общем, из 109 домов у нас 35 домов, по которым деньги были на текущих ремонтах в плюсе. По всем остальным домам деньги были в минусе и в очень большом, потому что качество строительства домов отличается. Дома в Прибалтике по качеству отличаются в Белгородском, Доброинском и Черниговском квартале, это понятно. Поэтому те дома были в минусе, а Прибалтика дома были в плюсе. Не все, но большинство. Поэтому вот такая была у нас ситуация. Вот насколько я знаю, мы с вами где-то за год до того, как вы ушли из этой должности директора ЖКЦ, разговаривали, вы говорили, вот ушла бы просто руководить Прибалтийским кварталом. Почему не получилось, не знаю, наверное, не была я такой настойчивой. Я сбрасывала приглашения жителям, прикладывала свои ценовые пропозиции и ждала ответной реакции. К сожалению, получилось так. Надо было, скорее всего, наверное, быть немножко... Ну, я просто советский человек, я не умею давить на людей, я не могу как-то повлиять на все это. Поэтому я решила доказать своей работой, качеством своей работы. И если люди примут решение, значит, они придут ко мне, заключат со мной договор и будут со мной работать. По тем двум домам, на которых я работаю, вот я сейчас вам простые вещи скажу. 105 квартир. У меня только... Я сегодня специально анализ делала, потому что сегодня мы разносим квитанции. Я сегодня делала анализ. У меня только по шести квартирам есть задолженность больше трех месяцев. Из ста пяти все остальные квартиры платят сто процентов. Вот это я считаю, что показатель моей работы. Потому что если бы я и мои люди делали свою работу плохо, некачественно, то, наверное, жители так же и платили бы. Причем из этих шести квартир, которые я знаю, ну, одна женщина больна, тяжело. Я прекрасно понимаю, там маленькие дети, там есть проблемы с лекарствами, да, обстоятельства и все остальное. А так, в общем-то, люди добросовестно, честно платят, но и мы стараемся свою работу делать честно. На Таллинском 8-ом, сейчас в 4-ом подъезде идет ремонт. На Вильнюсском 2-ом, в 3-ом подъезде мы сделали откосы. Окна были установлены еще в мою бытность КП ЖКЦ, но откосы не сделали мы. Сейчас мы сделали откосы, закончим Таллинский 8-ой, будем делать Вильнюсский 2-ой, ремонт подъезда 3-го, и будем делать 2 надстройки кровлю, потому что потекли надстройки некачественно. Они... Ну, не только некачественно, уже закончился гарантийный срок по этим надстройкам, в принципе, там и качество работы оставляет желать лучшего, но и уже гарантия закончилась, поэтому мы будем выполнять эти работы. Ну, я знаю, что делать, я знаю, как делать. Я 30 лет проработала в коммунальном хозяйстве, я другого не умею. Вообще-то я умею, я могу преподавать в профтехучилище, я 13 лет преподавала, но у нас, к сожалению, довели состояние нашего профессионально-технического училища до такого, что его закрыли. Поэтому, ну, вот, как бы у меня две профессии, инженера и преподавателя. Ну, одной профессией я своей воспользоваться не могу, а инженером могу. Почему я продолжаю работать? Потому что за 30 лет работы в коммунальном хозяйстве и 45 лет общего стажа, я заработала такую пенсию грустную, что мне только пенсии хватает на отопление и горячую воду на оплату, и все. Я не умею врать. Меня учили в советское время, да, врать я не умею. Я, конечно, человек иногда бываю резкий, иногда бываю невыдержанный, но свою работу... У нас работа такая. Да, у меня такая работа, к сожалению. К сожалению. Какое у вас сейчас отношение к городу? Что-то изменилось? В грустную сторону все изменилось. Состояние города чисто внешнее стало намного хуже. Это не мои слова, это слова жителей. Жители меня встречают в городе, мне об этом говорят. Знакомые мои уехали в Германию давно, много лет назад. Приехали, говорят, ну это просто вообще... Мы, говорит, всегда в Германии гордились славутичим, а сейчас это что-то... Это что-то... Вот. Совет я руководителям КП ЖКЦ давала. Я иногда захожу туда по производственным вопросам, и я разговаривала с руководством. Я сказала, если сейчас, подписав договора на управление, подняв тариф, они будут продолжать ничего не делать и не спрашивать с подрядчиков качественную работу, все придет к тому, что КП ЖКЦ не будет. На сегодняшний день уже с августа месяца от услуг КП ЖКЦ в части начисления по отоплению горячей и холодной воде истоком отказываются водоканал и КП УЖКХ. То есть они забирают эту работу себе. Значит, вознаграждение это они платить КП ЖКЦ не будут, и КП ЖКЦ останется на услуге управления. К сожалению, этих денег недостаточно для содержания предприятия. И предприятия, ну, я не знаю, как все это будет дальше. Все это очень грустно. Мне это грустно вдвойне, потому что я 30 лет работала, я 15 лет проработала начальником цеха и 15 лет директором предприятия. Ну, грустно. Что вы можете сказать словучанам, те, которые не охвачены вашей компанией, но все-таки вы переживаете, чтобы все-таки оплата коммунальных услуг вышла практически на 100%. Ну, нужно говорить, что для того, чтобы жить в нормальных, комфортных условиях, мы за эти услуги должны платить. Как платим за хлеб, как платим за мясо. Другой вопрос, что не у всех людей есть возможность оплачивать услуги полностью. И в данном случае, конечно, люди должны по возможности, если они могут оформить субсидию, они должны ее оформлять. Если они не могут оформить субсидию, у нас есть постанова по отоплению. Невозможно отопление целиком заплатить в один период времени. То есть в месяц текущий, месяц в месяц. Значит, люди по этой постанове Кабинета министров могут разбить платежи на 12 месяцев и платить, и тогда они смогут каким-то образом выживать. Но по-любому нужно обязательно, если есть право на субсидию, ее нужно оформлять. Ну, вы знаете, я не знаю. Ну, у меня люди платят. По субсидиантам вообще долгов нет. Люди платят. У них копеечка в копеечку, нали. Вот я сегодня проверяла. Я же говорю, мне даже как-то приятно было. Я проверила все квитанции. Сейчас работники разнесут квитанции. Очень приятно. Спасибо большое тем жителям моих домов, с кем я работаю, что люди своевременно оплачивают за предоставленную услугу. Чем вы больше всего гордитесь, когда вы стали управителем управляющей компании, руководителем управляющей компании? Вот, ну, я не знаю, есть такая фраза, гордость распирает. Вот за что больше всего вам приятно? Вот что было сделано для какого-то дома, может быть, или какая-то работа проведена? А чем вы гордитесь за последний, наверное, год, ну, когда у вас от двух домов выросли до восьми домов? Вы знаете, я особенно-то ничего такого не делала. Я просто выполняла свою работу, ту, которая положена, то, что у нас в тарифе есть. И так как-то оно само получилось. Люди пришли. Причем пришли сами. Я больше того вам скажу, наверное, для меня это гордость, что со мной заключил договор на управление дом директора КП ЖКЦ. Он в этом доме проживает и главного бухгалтера КП ЖКЦ. Ну, я просто делаю свою работу. Я ее люблю, я ее делаю. Умела бы делать какую-то другую работу, я бы, наверное, другой работой занималась. Ну, у нас еще осталась часть домов в городе Славутичи, которые не заключили договора на управление, которые остались на старом тарифе. Вы должны серьезно подумать. Ну, очень грустное зрелище представляют эти дома, потому что на этих домах не выполняются никакие работы. Вот поверьте мне, я вчера, со вчерашнего дня приняла Ереванский четвертый дом. Мы вчера собирали мусор возле подъезда в крупногабаритный. Мы нагрузили целую машину с одного дома. Это всего семь подъездов. Там еще на одном подъезде еще на машину мусора осталось строительного. Но жители там, выполняя ремонтные работы в квартире, обещали вывезти его сами. Поэтому я хочу к вам обратиться. Не ждите, пока случится такая ситуация, что ваши дома превратятся в кучу мусора и свалку мусора и безобразия. Заключайте договора на управление. Выбирайте компанию. У нас в городе три компании. Вы можете любую компанию выбрать. Запрашивайте ценовые пропозиции. У меня сама строка управления, вот та, которая есть строчка. У меня там самый низкий тариф – 40 копеек. Сначала у меня был тариф на двух новых домах – 61 копейка. После того, как у меня сейчас 8 домов, я снизила строку управления на этих двух домах на 40 копеек, так же, как и по всем своим домам. А жители приняли решение эту 21 копейку перенести на текущие ремонты. То есть текущие ремонты. Вот у меня есть дом, на котором гривна 41 текущие ремонты. Это самый первый дом – Таллинский 8. То есть они больше денег собирают на текущий ремонт, и быстрее мы будем выполнять все ремонтные работы на доме. Закончим ремонт подъездов. Будем накапливать деньги на какие-то другие работы, которые необходимо будет делать на домах, на этом доме конкретно. Ну и на всех остальных. По домам, где есть арендаторы, жители вот сейчас на Ереванском 4, они приняли решение, что договоры аренды будем заключать мы. Они когда собирали собрание и разговаривали с управляющими компаниями КП, ЖКЦ, сказали, что им недостаточно 30% на то, чтобы заключать договоры аренды. Они хотят больше на свое содержание. А я сказала, что мне не нужны вообще деньги за заключение договоров на аренды с арендаторами. Я готова эту работу делать бесплатно для жителей дома конкретного. И мы открываем отдельный счет, будем аккумулировать эти деньги на отдельном счете, а потом жители будут принимать решение, какие ремонтные работы за счет денег аренды мы на данном конкретном доме будем делать. Конечно, это все быстро сразу не получится. Допустим, дом, общая площадь 2300. Ну вот представьте себе, 96 копеек, если текущие ремонты. Это 2000 с хвостиком мы собираем на текущие ремонты. Но есть дома разные. Есть дома 7000 квадратных метров. Естественно, цифра эта большая. Это будет около 7000 в месяц. И естественно, на каждом доме есть первоочередные работы, которые необходимо делать. Я эти работы делаю. Собираем деньги потом. Мы закрываем эти работы. Ну, работаем. Рабочие у меня получают заработную плату вовремя. Авансы, зарплата. Заработная плата рабочей по комплексной уборке 6000. Это на руки, если человек работает на ставку 4800. Если человек работает на полторы, ставки 7200 на руки. Приходите на работу. Если приходят дома, значит, я готова брать новых работников. Но работу спрашиваю. Естественно, контролирую работников. Иногда люди обижаются. У меня вот была одна работница, которая ушла. К сожалению, ей не нравился контроль. Ну, простите. Если я плачу деньги жителей вам за вашу работу, я должна вас контролировать. А вы работу свою должны выполнять согласно графика. Вообще чувствуется, что Ирина Николаевна по-прежнему переживает за город и за всех словучан. Хотя ей пока доверили управлять только 8 домов. А вот выбирать, с кем лучше иметь дело, должны вы, словучане.